Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые зрители PrimaMedia Live! Сегодня, накануне Международного дня детской книги, которая отмечается 2 апреля, мы пригласили в студию, известную в Владивостоке, да и в Приморье, детскую писательницу, автора целой серии волшебных сказок, поэта, куратора библиотечных проектов в городе Владивостоке Ольгу Арестову. Ну и с ней мы поговорим о детских книгах вообще и волшебных сказках в частности. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Ольга, начнем с книг детских, с тех, которые вы читали сами. Вспомните, что вы читали в детстве, что это были за книги, были ли они детскими, как много вы читали? Ну, я читать начала очень рано, за что, конечно, спасибо моим родителям. Они меня приучили читать лет с трех, наверное. Вот, я помню, что я очень много читала сборников. Вот тогда были популярны серебряная книга сказок, изумрудная книга сказок, золотая. У меня был весь общий аспект вот этих книг, я их всех читала, запоем. На самом деле, в какой-то момент я стала даже проблемой, потому что родители поняли, что от сказок меня не оттянуть. Просто вот, вроде бы, у меня уже почти 7-8 лет, я должна уже читать что-то более серьезное, а у меня сказки. То есть были попытки, они пытались вам подсунуть что-нибудь? Да, они все пытались что-то подсунуть, это вызывало большое отражение с моей стороны. Вот, они поступили очень умно, в тот момент они мне подсунули детские детективы, они купили книжку, у которой на обложке было много кошек. Там что-то было, короче, расследование, похищение кошки, что-то такое, а я в детстве любила кошек, поэтому, естественно, я вцепилась. Ну, и как-то вот со сказок пересела на детективы, потом на взрослую литературу почти сразу. Вот, у меня в детстве как-то так вышло, что я вот этих детских детективов почти сразу перешла на Дюма, потом на научную фантастику, и вот в 9 лет я прочитала уже почти все книги по научной фантастике, которые были дома. А как школьная программа во все это встроилась по литературе? Очень большим трудом школьную программу я терпеть не могла, я считала, что, в общем, что нам давали какие-то глупые рассказы, глупые книги. Я читала все, что нам давали, но я читала это обычно, вот, давали задания на лето, например, там какой-то список книг, я их читала в последние несколько дней, потому что читала я быстро, и мне эта проблема не составляла, просто мне не было интересно. Ну, и вот, так сказать, с высоты вот этого всего опыта очень быстрого чтения, что бы вы могли посоветовать детям сегодняшним, что им стоит читать сегодня? Ну, дети — это такое довольно емкое обозначение, потому что дети же бывают маленькие дети, там 6 лет, там 5 лет, когда только приучают к чтению, это одни книги. Есть дети, ну, как бы, в возрасте 10 лет, когда это совершенно другие книги, когда дети должны читать что-то, что их должно как-то адаптировать к окружающему миру, когда они должны читать книги, которые им показывают, что вокруг происходит. Ну, не обязательно это должны быть серьёзные книги, да, как, например, я в детстве читала научную фантастику, а это, может быть, ой, ну, хотя бы тот же Терри Пратчетт, например, вот, помянем имя прекрасного писателя, который недавно нас покинул. Насчёт маленьких детей — это, конечно, вопрос очень серьёзный, потому что, ну, у нас на российском рынке очень много писателей хороших, современных, но их как-то не особенно освещают, поэтому даже мне, хотя и в этой теме очень сложно назвать какие-то имена. Ну, а я могу, например, назвать только, наверное, Усачёва. Вот многие психологи советуют родителям с детьми пытаться общаться на, как бы, одном уровне, да, для того, чтобы находить с ними лучшее взаимопонимание, да, чтобы дети воспринимали себя как равного, ну, как бы, это улучшает общение. С этой точки зрения, вот, детские книги, они тоже должны, ну, как бы, ставить детей на один уровень со взрослыми и рассказывать им всё как взрослым, вот, по вашему мнению, или там всё-таки должно быть вот какое-то разделение? Этот вопрос, которым задаются сегодня многие люди, которые работают вообще в книжной индустрии, в детской книжной индустрии, вот, буквально вчера я просмотрела материал о современной детской книге, и люди, которые работают в этой сфере, пытаются решить вопрос, на каком языке говорить с детьми современными, потому что современные дети, они не просто отличаются от нас, ну, то есть, вот, от взрослых людей, да, вот, от старшего поколения, они на несколько поколений вперёд, они мыслят уже гораздо масштабнее, у них восприятие информации совершенно другое, то есть, это уже не те сюси-пуси, там, почитаем про мышку и, короче, и всё. Дети задают вопросы, дети интересуются. Ну, это как бы я обозначила проблему. Что могу сказать от себя? Я, как всё-таки писатель, как сказочница, иногда общаюсь с людьми, которые мои сказки читают, и среди них есть мамы, которые читают свои сказки детям, мои сказки детям на ночь. И вот у меня спрашивали, Ольга, почему вы пишете сказки детские взрослым языком? Не кажется ли вам, что это сложно? Ну, я сказала, что я пишу так, как я слышу, так, как мне кажется, это адекватно. На что мне рассказали одну занятную историю. Вот, женщина читала сказку на ночь детям, детям где-то шесть, шесть лет старшему ребёнку, и малыш ему четыре года. И вот она им читает сказку, и потом задаёт вопрос, скажите, а вам не было сложно? Вам не показалось, что вот эти вот сложные сочинённые приложения как-то вот запутывают? Есть сказали, что нет. Что как раз то, что сказка написана взрослым языком, даёт им почувствовать, что к ним не относятся пренебрежительно, что их как-то не, как бы так слово правильно подобрать, не принижают их умственные способности, наверное, так будет правильно сказать. То есть дети сейчас мыслят не так, как мы в детстве. Им нужно, чтобы с ними говорили наравне. Они уже чувствуют себя такими. Детям хочется, чтобы с ним говорили, как со взрослыми. При этом взрослые ведь тоже иногда любят перечитывать свои детские книжки, детские сказки. Сам недавно тоже нашёл у себя на полке книжку, которую читал там что-то в шесть-семь лет. Такой большой тоже сборник сказок. Вот откуда во взрослых вот это? Мне кажется, что это не стоит путать, это всё-таки ностальгический момент. Мы читаем, ну зачастую люди, которые не слишком интересуются сказками, они всё-таки перечитывают не потому, что эти сказки чем-то заслуживают такого повышенного внимания, скажем так. Например, перечитывая Андерсона, я перечитываю его не потому, что он написал это очень-очень круто, потому что, ну да, он написал хорошо, но сейчас для моего восприятия, ну это прям как алфавит прочитать, грубо говоря. Но я читаю, потому что читая это, я вспоминаю своё детство, я вспоминаю те ассоциации, которые я испытывала, чувствовала, когда читала эту книгу в детстве. Вот, поэтому это чисто ностальгический момент, не более. Ну, ностальгия тоже неплохо сама по себе, особенно если ты возвращаешься в приятные времена, когда тебе было весело в детстве. Собственно, вот ещё такая проблема, от которой сегодня, опять же, никуда не деться. Вы заговорили о современных детях, сегодня вот они очень активно используют современные информационные технологии, да, практически у каждого там есть смартфон, в котором он находится там 23,5 часа в сутки, да, планшет и так далее. Как вам кажется, вот эти вещи, они противопоставляются возможности ребёнка приобщаться к литературе? Или, может быть, в какой-то степени, наоборот, помогают ему, то есть у него есть больше возможностей добраться до разных книг, там, детских или взрослых и так далее, и читать их, ну, постоянно не только в библиотеке или дома на диване? Мне довольно часто задают этот вопрос, на самом деле, потому что я, как работник библиотек, постоянно работаю с книгами, то есть моя задача — это привлекать внимание людей к книгам. Вот, и я, на самом деле, считаю, что появление гаджетов — это отличный вообще шаг к тому, чтобы дети стали больше читать, потому что я росла в маленьком провинциальном городе под названием «Находка», где меня окружали дети. Ну, в общем, если хотя бы один человек из 30, которые меня окружали, читал, это было уже что-то необычное, и я очень удивлялась. Долгое время я была вообще единственным ребёнком во дворе и в школе, который читал, любил читать и много читал. Вот, это было очень грустно. То есть дети просто не понимали, зачем им брать полки книгу, зачем её раскрывать и начинать как-то работать мозгами. Проще же побегать под воротом, попинать друг друга, я не знаю, покидать мячик, и всё хорошо, день прошёл. А сейчас дети, у них, получается, есть вот этот гаджет, в котором можно играть, в котором можно смотреть какое-то видео, и в то же время можно читать. То есть там всё время появляется какая-то информация. И очень хорошо, что там же можно и читать и книги. То есть я не знаю, на самом деле, как дети себя ведут гаджетами, потому что как-то не задавала этот вопрос тем же матерям, у которых дети. Но мне кажется, что в какой-то момент дети начнут читать хотя бы статьи, потому что кто-то же что-то там обсуждает, нужно тоже пойти почитать. А это можно сделать быстро. И так же, наверное, с книгами будет. Я верю в это. Приход к книгам у тех, кого это вы не успели приучить, родители, возможно, через вот эти статьи, социальные сети и прочее. Ну, это, по крайней мере, один из путей. Хотя на самом деле это сложный и не совсем правильный путь, потому что всё-таки должны приучать родители в первую очередь. Как вот вы, наверное, знаете, как работник библиотечной сети, сейчас дети вообще в библиотеки ходят ли? Как часто это происходит? Ходят, тоже нужно приучать. Но вот с тех пор, как мы начали проводить преобразование, сейчас у нас, ну, как мы начали проводить преобразование, у нас стало, естественно, больше детей, больше людей в принципе. Сейчас вот на библиотеке обновлённой, это библиотека номер 5 на улице Лёнова, 21, которая сделана по проекту «Сиджангл», которая выглядит примерно так же круто, как выглядит фабрика «Заря». То есть там всё очень хорошо, очень светлые помещения, новые красивые книжки, которые стоят на красивых новых полках. Естественно, дети, приходя туда, они уже там хотят оставаться. То есть они хотят там хоть какое-то время провести, они там общаются, они там… У нас есть тоже гаджеты, которые мы можем выдавать, да, и дети в них там играют. На самом деле это даже забавно. Понятно, что дети многие приходят ради этих гаджетов, но чтобы получить гаджеты, нужно там посидеть, почитать. Вот такое. Такое условие, да. Вот. И мы сейчас запустили проект «Третья смена», который тоже привлекает детей. То есть такое вне школьное образование, там преподаются такие дисциплины, которые в школе преподаваться в принципе не будут. То есть, например, урок о том, как снять короткометражку. И дети на него ходят? Сколько им лет? Десятые классы. Ну, как бы мы разные возраста привлекаем. То есть, например, на видеоурок, естественно, мы пригласим детей постарше. На какие-то там уроки рисования, например, каких-нибудь классных художников, мы можем детей помладше пригласить. Но суть в чем, мы проводим вот эти вещи, показываем детям, что можно учиться, стремиться к знаниям, и этот процесс может быть классным, красивым, интерактивным, занимательным, таким, что тебе потом захочется пойти и рассказать своим друзьям в дворе о том, что как классно это было, сходите тоже. И вот, и после этого дети начинают приходить. То есть сейчас конкретно в этой библиотеке, где у нас постоянно проходят мероприятия, постоянное предложение по мероприятиям. Просто люди приходят и говорят, мы хотим у вас вот это сделать, хотим тоже для детей что-то. И дети переходят и отдыхают там. То есть это возможно, в принципе, заинтересовать ребенка книгой? И сегодня я никогда бы не подумал. Ребенку возможно заинтересовать книгой, и на самом деле это очень упадническое, мне кажется, отношение многих родителей к детям, потому что, ай, он все равно ребенок, он глупый, он ничего не понимает. Ну вот сейчас я ему дам Андерсона, а Андерсона не прокатил, значит, вообще тупой. Я же в детстве читал, значит, нормально. Вот. Дети другие. Дети тоже видят мир, они тоже его воспринимают, они тоже его чувствуют, оно тоже интересно. Но они видят мир здесь и сейчас. Андерсон видел мир другим. Вот они читают Андерсона, и они не видят точек соприкосновения мира Андерсона с миром, который вокруг них сейчас. Это мы, может быть, там, когда-то в детстве, возможно, только если родители объясняли, мы это понимали, что как бы Андерсон рассказывал о добром, вечном, светлом. Вот. Поэтому он поднимал вопросы и через свою призму как-то их передавал. Ведь им это непонятно. То есть, а если переносить это в совет современным родителям, да, как приучать ребенка к сказкам, то есть советовать им, давать ему современные какие-то сказки, да? Нужно искать современных авторов. Это правда нужно. Современных авторов, которые пишут про современные реалии, про то, что детей окружают здесь и сейчас. Авторы, которые не боятся использовать слово «мобильник». Авторов, которые не боятся использовать слово «интернет». Авторов, которые не боятся поднимать какие-то животрепещущие темы, которые вот сейчас детей трогают, да? То есть, как там общаться со своим одногруппником или одногруппницей, когда вот у вас там в ВКонтакте аккаунты, вы там, не знаю, поссорились или еще что-то. То есть это же социальные сети, мобильники Для детей это актуально и понятно Им непонятно, почему никто не отвечает на вопросы, на которые нужны ответы Опечкает старыми сказками Опечкает старыми сказками И когда это не прокатывает, считает, что ребенок глупый, его к чтению не приучить Хорошо, Ольга, вы пишете, я знаю, сказки, современные сказки Я вас так лихо назвал детской писательницей, сами вы себя считаете таковой? Ну, я надеюсь, что в будущем я смогу себя таковой считать Потому что, на самом деле, сказки-то я пишу не так уже давно И когда эти пишут? Ну, серьезно, вот именно серьезно к этому подойти я решила два года назад Это получилось, на самом деле, спонтанно, можно так сказать То есть это было очень своеобразно и спонтанно И вот именно тогда я поняла, что я готова развиваться в этом направлении И стала много над этим работать Для меня было большим удивлением, что уже после второй моей сказки Мне начали писать люди, которых я не знала, которые где-то эти сказки нашли И рассказывать о том, как они эти мои сказки читали своим детям Отзывы их детей, про то, что они ждут еще моих сказок Вот Я как бы не рассчитывала на это Я просто начала писать, потому что мне захотелось Я не рассчитывала, что я сразу приобрету какой-то статус сказочницы Тем не менее, вы его уже приобрели Сколько сказок вы уже написали? Четыре, пять Пять сказок, и сейчас работаю над повестью Где их можно найти? Можно найти в основном в контакте Но на самом деле, на данный момент такая ситуация происходит Что я свои сказки не выкладываю на общее обозрение Я пока так решила Я это решила, что Ну, в связи с тем, что я сейчас пишу повесть Я хочу сначала дописать ее Потом еще раз посмотреть на все, что я написала И проанализировав себя Выложить это на общее обозрение Я дважды выкладывала свои сказки на общее обозрение В рамках проекта «Электронная книжная полка» Когда мы ставили палатку Внутри нее были отрисованы книжные полки с QR-кодами На первой была моя первая сказка И на второй была моя третья сказка То есть там уже было зайти по QR-коду Перейти на специальный сайт И там сказку прочитать Вот таким образом, собственно, мои сказки попадали к людям Сейчас временно полка не функционирует Поэтому пока, наверное, это никак Сложно Ну, а если вот не вас кого мы могли назвать Ну, одну-две фамилии Из современных авторов детских Кого стоит искать родителей? Детских Это очень сложно Ну, вот я называла «Усачева», но там совсем для маленьких То есть там для детей из 6-7 лет, насколько я понимаю Я на самом деле считаю, что Ну, это уже начинает больше отходить к прошлому Но «Гарри Поттер» в принципе неплохая книга Многому обучающая ребенка Хроники, наверное, многие советуют Но я не читала, честно говоря Ну, вот это я сейчас про турбежник говорю Потому что просто я всегда больше интересовалась зарубежными книгами Ну, в общем, это задача для родителей Это задача Все-таки современных детских авторов Хорошо Ольга, вот такой, можно сказать, философский глобальный вопрос В принципе, воспитать ребенка без чтения детских и книг вообще Возможно ли это? Что из этого может получиться? Ну, вот есть такая схожая цитата Что человек, прочитавший преступление и наказание С гораздо меньшей вероятностью убьет человека, чем человек, его не читавший Это касается на самом деле всего Ну, то есть всех книг Человек, прочитавший Киплинга, станет более добрым, я надеюсь Каждая книга — это определенный опыт Мы живем большую жизнь За которую нам нужно впитать очень много опыта Для того, чтобы коммуницировать с семьей Коммуницировать с друзьями Коммуницировать с сообществом Но нашего личного опыта, значит, чаще всего не хватает Именно поэтому нужны книги, чтобы принимать личный опыт Если ребенок живет вне этого, ну, он и будет жить Ну, то есть, как бы, каждый человек делает свой выбор, в каком мире ему жить Он может жить в маленьком мире, который в пределах его комнаты и не выходит за него То есть он будет знать, где стоит холодильник, где стоит кровать, где стоит стол и все А может в большом мире, когда он знает не только, где стоит его холодильник, где стоит стол А где находится Америка, где находится Австралия, что там происходит, какая там история и прочее Ну, можно об этом читать, а можно об этом ведь и смотреть Сегодня многие, естественно, хорошие книги, да, их экранизируют И, собственно, ведь ничего проще Ты скачал или сходил в кино, посмотрел, все вроде бы просто Экранизация — это чаще всего просто красивая картинка, все-таки Экранизация рассчитана на массового зрителя, которому просто хочется отдохнуть Это минимум информации Я очень люблю экранизацию, я очень люблю красивую экранизацию, я люблю отдыхать и смотреть кино Но когда мне нужна информация, которая даст мне что-то, какую-то пищу для размышлений Какой-то, опять же, новый опыт, я иду читать книгу Ну, вот как можно в данном случае отнестись к известной фразе о том, что душа обязана трудиться Собственно, практически любое достаточно серьезное литературное произведение — это некий труд душевный, духовный Загружать этим трудом детей адекватно ли, правильно ли и есть там, наверное... Дети — это не зверята То есть? Ну, в том плане, что дети — это не глупые существа, которым хочется только бегать, веселиться Дети тоже любят думать, и дети любят разговаривать И очень здорово, когда детям есть о чем поговорить друг с другом У меня в детстве было не с кем поговорить, правда Я очень надеюсь, что у нынешнего поколения не будет таких проблем, у нынешних детей Когда ты имеешь в голове что-то, чем тебе не с кем поделиться вообще А можно ли вот сегодня найти такие книги, как вот говорят, хорошая классика, не устревает никогда Которые были написаны давно, но их достаточно просто воспринимать сегодня и детям, и взрослым Можно ли о таком говорить? Мне кажется, потрясающая книга, как пример в этом плане «Убить пересмешника» Я ее прочитала сравнительно недавно, но я уверена, что если бы я читала «Ребенка», мне тоже было бы очень интересно Книга написана красиво, легко и приятно читается Ольга, ну и еще такой, опять философский, можно сказать, вопрос Зачем детям, если мы говорим о волшебной сказке, где магия, чудеса, какой-то новый мир Зачем детям вот это самое волшебство? Грубо говоря, у нас есть реальность, которую можно описать ему в книгах Реальность, которую он, например, не сталкивался А тут прям совсем как бы уход вроде бы от этой реальности в нечто совершенно не относящееся к ней Зачем это нужно? Почему это нужно детям? Почему дети вообще любят читать сказки? Я этот вопрос так интерпретирую, наверное, для себя Дети, они более чувствительные, чем взрослые, потому что у них менее зашоренное сознание Они смотрят гораздо глубже, больше и мир в их глазах ярче Я, например, будучи, опять же, сказочницей, очень много анализирую свое детство и свое восприятие того, что вокруг меня происходило Я понимаю, что мир я видела совершенно иначе, чем сейчас Мне он был гораздо интереснее и мне многое, правда, казалось волшебным Какие-то посредственные вещи, которые вот сегодня я смотрю, они не вызывают у меня никакого отклика В детстве они вызывали бурю эмоций Именно поэтому сказочный мир детям более понятен Он именно такой, каким дети его видят Каким они уверены, что он такой и есть И через этот понятный детям мир сказочник должен рассказать им какие-то простые истины Простые истины, что такое дружба, ну что такое настоящая дружба Что такое какие-то проблемы, которые ты не можешь решить, ну что с этим делать Ну то есть вот сейчас, например, я очень хочу почитать сказку одного современного автора Я, к сожалению, не помню его имени, это западный автор Книга называется «Голос монстра», которая начинается с ситуации у маленького мальчика, у мальчика умирает мама Это ужасная ситуация, но которая, тем не менее, может случиться в жизни у каждого И вот эта сказка раскрывает для ребенка мир решения вот этой проблемы То есть через какие-то сказочные приключения Ребенок, герой этой книги, решает проблему умирающей мамы для себя Учится с этим справляться Ну это очень, я так понимаю, серьезный такой сюжет Естественно, сказки не обязательно должны быть про белочки кроликов А про белочки кроликов должны быть тогда уж? Тоже должны быть, сказки могут быть любые, на самом деле инструменты сказки очень обширные За это я еще люблю сказку Она не обязана, она никому ничего не обязана, если уж на топ пошел То есть автор может изобрести свой абсолютно любой мир и радостно его развивать И делать его живым Ольга, ну вот если говорить опять же о волшебной сказке как о некоем наборе культурных элементов То есть исследователи всякие разные выносят обязательно какие-то элементы От пяти до тридцати, чего обязательно должны быть волшебные сказки На чем вы строите ваши сказки? Что в них обязательно должно быть? И чего в них быть не должно или может не быть? Какой сложный вопрос На данный момент, наверное, отвечу так Обязательно должен быть какой-то мир поверх мира Ну то есть какой-то инаковый мир То есть я всегда беру обязательно реальность И на контрасте беру какой-то мир, который отличается от реальности И как бы и события перекрещиваются То есть я смешиваю два мира и делаю так, что сюжет двигается за счет того, что миры столкнулись и нужно что-то с этим делать собственно То есть я вообще в своих сказках пытаюсь развивать собственную философию Философия называется «Не лезь в сказку, если не готов» То есть если ребенок лезет в сказку, то жди приключений и беды, да? Да, и того и другого, скорее всего, и слегка Да, я знаю про различные функции сказки Про то, что есть какие-то определенные вещи в сказке, которые должны присутствовать Ну там законы вот эти вот все Да, 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 но это законы, они в основном характерны для, как мне кажется, все-таки народных сказок больше Потому что я профилируюсь на авторские сказки Ну то есть я пишу свою личную какую-то проблематику, да, ее раскрываю Вот А народные сказки, собственно, вам нравятся тогда уж? Фу Я в детстве очень любила зарубежные народные сказки Французские, английские, русские терпеть не могу, честно скажу То есть про зайчиков, лисичек и вот этих вот медвежат? Нет Это не то А про что тогда там? Европейские, китайские, может быть, восточные, да? Ну, да, то есть сказки, где какие-то духи присутствовали, замки, какие-то коты в сапогах, ну вот это прочее От этого меня увлекало Мне нравилось, когда в сказке есть эстетический очень такой сильный эстетический момент Ну то есть какой-то очень сильный образ, который тебя притягивает Ну вот кот в сапогах, да, то есть сапоги сразу Ты представляешь себе эти красивые сапоги И тебе хочется вот за ними следить за тем, что происходит Кот уже не важно Главное сапоги, не оторвалась ли у них там стелька, да? Ну, грубо говоря, да То есть какой-то момент, который тебя сильно завлекает Или как в сказках с замками тоже, да, завлекает замок Вот роллинг очень правильно сделаю, когда Хогвартс расписала прям так очень хорошо и подробно То есть я читаю книгу, я погружалась в замок, который мне безумно нравится И я знала, грубо говоря, где какая лестница находится И я могла мысленно просто взять и пойти погулять по этому замку Это очень важно Если можете ли вы сейчас рассказать, как, собственно, у вас эти сказки создаются Вот этот процесс, это снисходит внезапное вдохновение Ты, значит, садишься и за три часа просто накидываешь ее, не отрывая руки Насколько здесь вдохновения с трудом у вас переплетаются? На самом деле я очень долго боялась садиться за прозу Я всегда любила сказки, но как-то боялась То есть всего три года назад у меня была такая сильная цель Ладно, вообще как все началось на самом деле Когда-то в детстве я прочитала одну книгу, сказку, которая мне безумно понравилась Название вылетело из головы, прям вылетело просто Я в библиотеке ее брала, приходила в библиотеку, спрашивала эту книгу Ее не было, ее не было пять лет подряд Ну, в общем, как-то так и забылась для меня эта книга Но она забылась название, но сам сюжет у меня в голове сидел И мне эта книга снилась всю жизнь То есть каждый раз я где-то во сне возвращалась в тот лес, гуляла по нему Со мной случались какие-то события из этой книги И я все думала, что это за книга А я не могла вспомнить То есть просто лес какие-то, существа, какие-то события Но в гугле же не забьешь этого Логично Вот, и как-то гуляя с одним знакомым Я ему рассказала про свой сон На что он мне сказала Так это же Астер Шетлингрен Ронни, дочь разбойника Я такая, вау! Ронни, дочь разбойника, срочно бежать читать Вот В местных книжных его не было Я купила только в Петербурге Откладывала долго, как любимое приложенное Вот, в один вечер села, прочитала Книга хорошая Но я поняла, что 80% книги, которые у меня всю жизнь снились Про которые я думала Они у меня в голове То есть книгу написали уже вы поверх Это и стало началом Это стало началом к тому, чтобы задуматься А может быть все-таки взять этот мир из головы И как-то его выплеснуть Потому что он же там все рос Все это время Он там уже все как бы создался Он сам по себе живет вне зависимости от меня Я начала писать сказку в стихах Это была большая работа Это было очень сложно Ну, потому что я тогда боялась опять забраться за прозуришь Ну, как раз я боюсь прозу Попытаюсь написать поэму Поэму писать нелегко Я писала ее месяц За месяц я ужасно выдохлась И я отложила Я решила, что ну вот как время появится Я сяду Тут работы как раз много Ну, то есть времени вообще Не до творчества личного такого масштабного Но, видимо, в голове что-то переключилось в тот момент И где-то через три месяца мне приснился сон Мне приснилась сказка Целиком, от начала до конца В тот вечер у меня ночевал знакомый Я утром поднялась в шесть часов утра Поняла, что сказка все еще горит у меня в голове Причем горит таким красивым зеленым пламенем Потому что там было очень много листвы, очень много леса И всего, что там происходило И я просто распихала знакомого И рассказывала ему сказку все утро Я потом побежала на работу И весь день на работе вместо того, чтобы работать Я писала сказку по абзацам Вот так родилась первая сказка Которая называется «Королевство огня на рыжих феи» Да, я помню, я даже ее читал То есть, собственно говоря, для того, чтобы снизошло все-таки это вдохновение Вам нужно было месяц убить на... На адский труд, честно говоря А остальные сказки так же? Даже нет После того, как я написала первую сказку, у меня прошел страх То есть, до этого я боялась садиться за прозу Потому что на это же нужно сидеть несколько часов Даже несколько часов нельзя отрываться А вдруг заболит спина, и я оторвусь, и все И я не смогу дальше писать Что тогда? В общем, этот страх меня все время останавливало А тут я поняла, что я могу держать это в голове И писать просто понемногу И отрываться, а потом дальше дописывать Это никуда не денется И так я села за сказку про часовщика Я писала ее три ночи Даже четыре ночи, наверное То есть, я просто садилась У меня даже есть определенные графики этого, чтобы писать сказки Я всегда сажусь писать десять часов вечера Ну как? И долго? В зависимости от того, нужно ли мне на следующий день куда-то идти или нет Если не нужно, то я пишу до восьми часов утра Все еще считаю, что это адский труд, по-моему А потом еще это нужно редактировать Редактирую я обычно это в два раза дольше, чем пишу Вы уже упоминали, что ваши сказки кто-то уже читал Уже появилась реакция Кроме того, что вы рассказали Были еще именно детские реакции на эти сказки? Были, наверное, подростковые реакции То есть, я не могу сказать уже даже дети Подростки, вот в возрасте 15-16 лет Они читали мои сказки и говорили, что им очень нравится То есть, это было не лесть Им действительно нравилось, и они хотели почитать что-то еще Вот, и для меня это на самом деле главный резонанс Чем если бы какой-то критик мне сказал, что «Ой, ну мне кажется, да, вот можно вас напечатать, а может быть и нет» Важнее читатель, всегда важнее читатель Ну, мы коллективом Пряма Медиа желаем вам всяческих успехов на этом поприще Прощаемся с зрителями канала Пряма Медиа Лайв До новых встреч!